Слава Господу, братья и сестры, пожалуйста, займите свои места в Божьем присутствии. Прекрасно, да? Время, прекрасное место в Доме Божьем быть. Когда мы можем вместе прославлять Бога, наслаждаться общением с Ним, иметь общение с друг другом, слышать Слово Божье. Знаете, можно дальше перечислять то, что сегодня Бог каждому из нас дает, то, что может являться для нас уже обыденностью, мы это не замечаем, к этому привыкли изо дня, день, из недели в неделю. Но это Божья милость к нам. Слава Богу! Я думаю, некоторые, кто внимательно слушает, о чем говорят в Церкви Божьей, я думаю, кто-то помнит, о чем мы с вами говорили несколько недель назад. Мы говорили о Церкви, а в частности, что я имею, будучи членом Церкви, что мне дает Церковь, что в моей жизни, дорогие друзья, изменяется, когда я посещаю Церковь. Знаете, и так дальше, и тому подобное. Я не буду повторяться. Но мы, как духовные люди, как христиане, знающие Писание, а я верю, что большинство, и дай Бог, чтобы все здесь присутствующие были таковыми, Мы знаем в Библии, что Писание учит нас, что блажение давать, нежели принимать. И христианство – это прежде всего жертвенность, отдача, посвящение. Правда, друзья? Жизнь Христа была таковой. И лучше намного дать, угодить, послужить, нежели получить. Я хотел бы сегодня, дорогие друзья, продолжить немного эту тему, которую я начал с Божьей помощью, о Церкви. Но поговорить у вас, дорогие друзья, совсем с другой стороны. Что я даю для моей Церкви, будучи членом, в частности, нашей поместной общины в Вифане. Я могу даже немного больше скажу, мои обязанности, как члена Церкви. Значит, я вам признаюсь, я очень долго, особенно, может, друзья, которые со мной ближе общаются, братья, сестры, ну, больше братья, знают, что я очень, как-то, знаете, так, болезненно и агрессивно, в каком-то смысле слова, воспринимал слово «обязанность» и слово «должен», когда это касалось Церкви и христианства. В определенных, знаете, сферах жизни, где мы учимся, где мы работаем, где мы пересекаемся в отношениях с государством, у нас у всех есть обязанности. Хотим мы этого или не хотим, правда? Мы кому-то подчиняемся, мы исполняем там где-то функции, свои обязанности, потому что мы на это, во-первых, дали свое согласие, когда, к примеру, и шли куда-то работать. Во-вторых, друзья, исполняя обязанности те или другие, мы несем ответственность. И я очень часто размышлял, ну, в Церкви ведь не так, здесь ведь все добровольно. И находил места Писания, может, иногда не до конца понимая их контекст, говорил, в Церкви ведь все добровольно, мы должны все делать только от сердца, от души, никаких обязанностей, никакой отверственности. Но это совсем не так, дорогие братья и сестры. И с Божьей помощью на основании Слова Божьего я бы хотел сегодня, я верю, это будет благословением для нас, для каждого. Понять, что мы тоже обязаны, во-первых, пред Господом, пред Церковью. И в чем заключаются эти наши обязанности? Кто-то, когда будет слышать то, о чем мы говорим, подумает, в принципе, ничего нового. Но я верю, дорогие друзья, что христиане, которые сегодня служат Богу, в это непростое время, в это время сложное, беспокойное, смутное, должны понимать свое место, свое предназначение, свое определение. Каждый верующий человек. Первое место Писания, первое Коринфянам, 12 глава, с 20 по 27 стих. Павел пишет такие слова, «Ну теперь членов много, а тело одно. Аминь». Дорогие братья и сестры, это о нас. Мы не говорим о каких-то членах, непонятных, неизвестных, каких-то, знаете, абстрактных. Мы говорили, да, в прошлый раз, что церковь – это люди. И каждый из нас является частью церкви, членом церкви. Но теперь членов много, нас много, а тело одно, церковь одна. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном более попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились один о другом. Поэтому, страдает ли один член, страдают ли им все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. Вы тело Христово, опорознь члены. Слава Господу! И, дорогие друзья, я понял, знаете, самое главное для себя, дорогие братья, что у меня есть обязанности перед моей церковью, перед Господом. И, знаете, когда я это понимаю, как мы сегодня говорили об этом, я понимаю, что есть какая-то ответственность. И самое главное, дорогие братья и сестры, что я сам принял решение. Мое решение было в 1995 году. Я сам принял решение служить Богу, когда давал Ему обещания. Я думаю, каждый из вас вспоминает тот момент, тот дату, тот год, когда вы стояли пред Господом, пред людьми, пред церковью, и давали обещание Богу служить чистой, доброй совести. И несколько пунктов, которые бы я хотел с вами сегодня посмотреть. Обязанности члена церкви. Я думаю, кто проходил уроки для новообращенных, я думаю, братья, которые вели уроки, эти темы, говорили, может, знаете, более поверхностно, в общем, но говорили, что должен делать человек, братья, сестра, когда приходит церковь, когда соединяется с церкви. Потому что очень часто приходится слышать от человека, а что я могу сделать? Я, дорогие друзья, очень твердо верю на основании Слова Божьего, что ненужных людей не бывает в Доме Господнем. Непутевых не бывает пред Богом, если у человека есть желание, если у человека есть стремление, если брат или сестра желают, дорогие друзья, служить Богу и быть полезным, Царство Божие, Церковь, они таки будут. Каждый христианин, каждый член церкви, он является полезным членом. Бог так сделал. Мы прочитали о том, как наше тело, оно выглядит, состоя из многих членов. Ну, назовите, вот, смотря на себя, на меня, я вот перед вами, намного проще, хоть один член, который мне не нужен, который вам не нужен, в вашем теле, который можно так легко отрезать, оторвать, удалить, убрать, и тело останется, знаете, таким прежде. Так же функционировать нету. Все надо, все необходимо, все важно, и каждый из нас так же пред Господом. И первое, дрейб, братья, самое главное, наша обязанность, знаете, я сейчас это же слово говорю смело. Недавно читал послание к римлянам, просто, знаете, читал, как Писание, вечером, я иногда ночью читаю, у меня есть такая возможность, иногда ночью читать Слово Божие. И апостол Павел пишет о себе во втором послании, я не буду читать это местописание, и он пишет к римской церкви, и говорит, я должен всем, и меня очень коснулось это слово, и еленам, и язычникам, и иудеям. Когда мы сами на себя возлагаем какие-то обязательства, дорогие друзья, мы уже несем отверственность. И Павел говорит, я должен всем. Его никто не заставлял, ему никто не говорил, тебе необходимо это делать. Он сам брал на себя эту отверственность, этот долг. И первое, что мы должны, дорогие друзья, по отношению к нашей церкви, это быть верным, твердым и непоколебимым членом церкви, христианином. Первое Коринфянам, 15 глава, мы немножко, может, больше почитаем, чем обычное сегодня. 15 глава, 58 стих. Первое Коринфянам, 15 глава, 58 стих. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в делем Господнем, зная, что труд ваш нечлетен пред Господом. Я думаю, это самое одно из главных качеств верующего человека, это верность и твердость пред Богом и пред Церковью. Второе, ценить и ставить Церковь превыше всего. Я когда размышлял над этим и думал, приоритеты, которые есть в жизни верующего человека и приоритеты, которые Писание учит нас, какие они должны быть. Я понял, что бы мы ни говорили, очень часто, да, говорят там, Бог, семья, Церковь, но если мы посмотрим, из чего состоит наша жизнь, дорогие братья и сестры, все равно Христос учит принципу библейскому, Матфея, 6 глава, 33 стих. Любящий Писание, думаю, знает, о чем здесь сказано. Ищите прежде Царствия Божия и правды Его и все остальное, Христос там говорит, чего ищут люди, чего ищут язычники, да, пропитание, одежду, еще многое другое, все остальное приложится. Все равно принцип Иисуса Христа, прежде всего, Его Царство, Его Царство, это и здесь, Церковь. Я глубоко уверен, что всю нашу жизнь, всю нашу, знаете, семейную жизнь, нашу работу, нашу учебу, мы должны все равно планировать вокруг жизни в Церкви, а не наоборот. Иногда Церковь, посещение служения, участие в жизни Церкви, забота о Церкви, это как предаток в нашей жизни, правда, друзья? У меня так часто бывает. Все равно моя семья, мои дети, моя работа, мой дом, мои коммунальные, да, мой холодильник, все мои проблемы, они все равно идут впереди в списке. А чуть ниже, да, уже служение, уже посещение больных, помощь братьям и сестрам, помощь по церковным делам. Но наша обязанность, я еще раз, я буду говорить еще, может, несколько раз это слово, моя обязанность, потому что я сам принял на себя эту ответственность. Моя обязанность, дорогие друзья, мою жизнь строить вокруг Церкви, а не наоборот. Любить и заботиться друг о друге. Я думаю, дорогие братья и сестры, даже не думаю, уверен, так Писание говорит, что это самая главная, отличительная черта нас, христиан, любовь. Иоанна, 13 глава, 34-35 стих. Я прочитаю это местописание, я его очень люблю. заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Слава Богу! Дорогие друзья, ничего нас не отличает, ничего нас не выделяет в этом мире, кроме одного самого главного, это отношения наши с друг другом. У нас нет никаких отличительных особенностей, у нас нет какой-то униформы в церкви. Ну, есть, да, какие-то динаминации, там, где люди пытаются что-то одеть, чтобы выглядеть по-другому, чтобы показать принадлежность той или иной общине. Есть служителя, как-то выделяются, одевают специальные одежды. Мы ничего этого не делаем. Но есть самая главная, наша отличительная особенность, которая очень видна этому миру, потому что там этого нету. Это наши отношения с друг другом, любовь между братьями и сестрами. Поэтому это моя обязанность, как верующего человека, любить, заботиться, помогать, поддерживать тех, кто рядом со мной. Слава Господу! Братья и сестры, я говорю об этом, может кто-то думать, я это знаю, но я верю, есть люди, которые все равно очень часто думают, что я могу делать в церкви? Ведь я просто сижу, я не проповедую, я не может здесь по дому Божьему ничего не делаю, никуда не езжу. Братья и сестры, слушай, это для тебя очень простые вещи. Что мы можем делать, чтобы быть полезным для церкви, для нашей церкви? Римлянам, 13 глава, с 8 по 10 стих. 13 глава Римлянам, с 8 по 10 стих. Не оставайтесь должным никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон, и по заповеди не прелюбодействуй, не убей, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в этом слове. Люби ближнего того, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. И мы прочитали такое слово. Любовь не делает ближнему зла. Любить друг друга, это, братья и сестры, также друг друга уважать. Мы должны уважать друг друга в церкви. Не злословить, не клеветать, не принимать, сплетни, слухи. Это есть все забота и любовь друг к другу. Слава Господу! Следующий момент, это хранить единство в церкви я должен. Очень важно. Особенно сейчас, особенно в последнее время, когда дьявол особенно атакует церковь Иисуса Христа, разделяя, разрывая, очень разными методами, лжеучениями, какими-то, знаете, ложными доктринами, посылая негодных людей. Я думаю, все мы свидетели, и, знаете, видим, что там и там по местам, и у нас были, знаете, какие-то моменты в жизни нашей церкви, когда приходили люди, может, способные люди, толковые люди, но дьявол их присылал для того, чтобы, знаете, церковь разделять, для того, чтобы наносить урон. Поэтому моя обязанность, как христианина, как члена церкви Вифания, хранить единство моей церкви. Павел об этом пишет. Ефесянам, 4 глава, с 1 по 6 стих. Очень сильное место Писания. Ефесянам, 4 глава. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в котором вы призваны. Со всяким смириномудрием и кротостью, и долготерпением, сходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело и один Дух, как и вы призваны в одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и один Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. И в 3 стихе мы прочитали, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Это очень важно, братья и сестры, сидят. И это зависит от каждого из нас, не только от пастора, не только от служителей. Каждый из нас, дорогие друзья, он отверственен за единство в нашей Церкви. Каждый из нас, дорогие друзья, может стоять на страже, быть по-настоящему воином, который отсекает всякие сплетни, всякие наговоры, всякие ненужные разговоры. Слово Божье учит нас, чтобы в наших устах было только Слово Божье. Это самый лучший меч, который поражает врага, который приносит победу. Слава Богу! Следующий момент. Вести богоугодную жизнь, быть святым во всех поступках, быть светом и солью. Это одна из самых главных обязанностей верующего человека, как члена Церкви и как христианина вообще по жизни. Вы согласны? Вести богоугодную жизнь, быть святым во всех поступках. Первая Петра, первая глава, 14-17 стих. Мы читаем, дорогие друзья, потому что Слово Божье оно нас утверждает, оно подтверждает, что наши слова они не голословны, и Писание очень много говорит об этом. Первая Петра, первая глава, 14-17 стих. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшие в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Слава Богу! Евангелие от Матфея, в пятой главе, я не буду читать это местописание, Евангелие от Матфея, это пятая глава, Нагорная проповедь. Христос говорит очень много об этом. Говорит, вы соль земли, вы свет миру. Дорогие братья и сестры, это мы. Потому что по нам, по нашей жизни, на основании наших поступков, наших дел, наших слов, то, что мы делаем, дорогие друзья, люди судят о всем христианстве. Люди судят о нашей церкви. И можно сколько угодно свидетельствовать, проповедовать. мы будем ниже об этом говорить, это тоже одна из обязанностей верующего человека, свидетельство этому миру. Говорит, наша жизнь, как свидетельство Божьей славы, это очень важно. Своими поступками, своими действиями мы показываем, кем мы являемся. Слава Богу! Посещать собрания и поощрять других. Как вы думаете, это важный момент в жизни члена церкви, посещение богослужения. Одно из самых важных, потому что об этом говорит Писание. Знакомый текст, Еврея, 10 глава, я его прочитаю, он очень важный, 24-25 стих. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрания слов, как есть у некоторых обычаев, но будем увещевать друг друга и тем более, тем более усматриваем приближение дня онного. Я больше добавлю, посещать собрания и поощрять других к этому. Друзья, я обращаюсь к духовным людям, к сильным, как Писание называет, есть сильные христиане, а есть не очень. Поэтому к сильным часто слово Божие говорит, что вы сильные должны, снова слово, должны иногда носить бремена без сильных, помогать, поддерживать. И я добавлю, что мы сильные, мы верующие люди, должны также братьев и сестер, которые, может, ослабели, находятся в искушениях, в испытаниях, в грехе. Знаете, очень много каких-то жизненных обстоятельств, когда человек перестает посещать собрания. Это самый первый симптом, симптом духовной болезни, проблемы. Человек исчезает, человека нету в церкви. Это первое, на что мы реагируем, правда, друзья? Даже, может, не зная, что произошло у брата и сестры, но первое, что мы видим, человек перестал ходить на служение, человека нету. И поэтому мы, как сильные, как духовные, должны поощрять друг друга. Мы об этом прочитали, потому что в церковь необходимо ходить. Не потому, что это брять, не потому, что, дорогие братья и сестры, необходимо, чтобы, знаете, пастор всех видел, что все есть, и зал наполнен, значит, все нормально. Это прежде всего необходимо мне, моей душе, моему духовному человеку. Потому что только в Доме Божьем мы получаем полноценную пищу. Мы говорили в прошлый раз, что мы получаем в церкви. Только в церкви мы получаем здоровую пищу, настоящую, проверенную. Слава Господу! Служить своим даром и талантами в церкви, быть полезным. 1 Петра, 4 глава, 10-11 стих. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрый, домостритель многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто? Говори, как Слово Божие. Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем подоставлялся Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков. Аминь. Служите друг другу каждый тем даром, какой получил. Дорогие братья и сестры, у каждого, абсолютно у каждого есть Божье дарование. Здесь написано, посмотрите, даром, дар слова с маленькой буквы. Здесь не говорится о дарах Святого Духа. Это место Писания говорит о наших дарованиях, человеческих, о наших способностях, о наших талантах, что мы можем делать, где мы можем быть полезными, где мы можем употребить наши способности. Абсолютно каждый человек, он полезен для Бога, и он что-то может делать. Я думаю, когда-то мы тоже об этом говорим, конкретно, что можно конкретно делать в Доме Божьем, делать в церкви. И поэтому, дорогой друг, дорогой брат, ты нужен Богу, ты можешь сделать намного больше, что ты даже еще, может, и не помышляешь, и не думаешь. И пусть Бог благословит тебя в этом. Римлянам, 12 глава, 5-8 стих, также подтверждает то, о чем мы говорим. Римлянам, 12 глава. Так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены. И как по данным нам благодати имеем различные дарования, различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаятель ли раздавай в простоте, начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель ли благотвори с радушием, любовь да будет непритворна, отвращайся с зла, прилипляйся к добру. Слава Господу! И Павел перечисляет, что мы можем делать, чем мы можем быть полезны для своей церкви. Слава Богу! Следующий момент, поддерживать церковь и служение в церкви, и нуждающих материально. Очень интересный вопрос, очень интересный момент. И знаете, можно спорить, но я снова добавлю и поставлю здесь слово, что это обязанность христианина и члена церкви. поддерживать церковь материально. Дворец Костя сегодня говорил, что ему было слово от Бога. Он нам его сегодня говорил, прекрасное слово. Для меня тоже когда-то было время, знаете, что Бог мне тоже дал слово, что я понял, что это моя обязанность служить Богу своему финансову. Я очень, знаете, сильно сопротивлялся. Я говорил вначале, не люблю я кому-то что-то быть обязан, по-человечески. Знаете, моя греховная такая натура. Дорогие братья и сестры, возлюбленные Господом, Бог нам очень много в жизни дал. Все, что мы имеем, это Его благословение. Аминь. Все, абсолютно все. Вы не можете даже чуть-чуть, какую-то часть, самая моя, так сказать, какое-то ценное, что, да, Боже, Ты мне все дал, и семью, и здоровье, и детей, но вот это я заработал. А это мои, знаете, старания, это мой успех, это моя голова, это моя, где-то, знаете, моя человеческая такая способность, что все равно. Все твое, но вот это мое, абсолютно все. Как мы сегодня имеем, так мы можем завтра все потерять. Аминь. Я снова говорю, я говорю это Аминь. Так как мы имеем сегодня здоровье, крепость, так завтра мы можем лежать на постели и быть абсолютно немощными и беспомощными. Согласны, братья и сестры. Все в Божьих руках. И поэтому это моя обязанность, которая должна исходить из моего сердца. Потому что в христианстве очень сильно пересекаются мои желания, мои хотения и Божьи повеления. В христианстве очень близко идут раб Иисуса Христа и друг Иисуса Христа. Ведь нас Христос и так и так называет. Правда, друзья? Раб это тот, который ничего своего не имеет, ни имущества, ни мнения, ни своей воли. Это вещь. Я догадываюсь, я так скажу, если их брать человеческим языком, ее могут продать, отдать, подарить, убить, побить. Правда? Все мы знаем, мы все училися, знаем, что такое раб. Тот, который исполняет волю своего Господина. И знаем, что такое друг. Это совсем другие отношения. Правда, друзья? Друг это когда равноправие, когда оба могут высказаться, когда могут сказать нет. И Христос называет и рабами Божьими, и друзьями. Я думал, почему так, друзья? Ведь знаете, иногда какое-то противоречие. Иногда люди ищут, говорят, есть противоречие в Писании. Нет никаких противоречий в Писании. Все, о чем говорит Христос, мы сами принимаем решение, быть таковыми или нет. Я для себя это принял так. Я принимаю решение быть рабом Иисуса Христа. А свою дружбу Христос предлагает мне. Слава Богу! Поэтому, дорогие братья и сестры, поддерживать церковь и нуждающих материально мы обязаны и мы должны. Поддерживать трудящихся материально мы тоже обязаны и должны. Галатам. Я одно местописание прочитаю, только на поддержку. Галатам 6, глава 6 стиха. Наставляемый словом, это мы, наставляемый словом, нас наставляет, делись всяким добром с наставляющим. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плод свою, от плоти пождет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверью. Слава Господу! Еще один такой, знаете, очень важный момент, где мы можем быть нужными и полезными, помогать друг другу, поддерживать материально. Абсолютно не надо каких-то сверхъестественных способностей. Нужна любого, о которой мы говорили, немножко внимания друг к другу. Внимание, просто посмотреть. Иногда, может, даже и спрашивать не надо, нуждается брат или сестра. Согласны, друзья? А иногда, может, необходимо спросить. Знаете, и отпадет вопрос, что я могу делать, чем я могу быть полезным. Мы можем быть полезными друг другу. Сегодня я буду кому-то полезным, завтра у меня будет период жизни, что для меня кто-то будет благословением. Слава Богу! Следующий момент. Почитать пастырей, повиноваться старшим в церкви. Это также обязанность верующего человека. Первая Петра, пятая глава, пятый стих. Может, кто-то не согласен с этим. Библия так говорит. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, воплекитесь смиренно мудрям, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Писание так говорит. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Божье установление. Евреям, 13 глава, 17 стих. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Здесь нечего толковать, истолковать, проповедовать. Конкретно, категорично, и однозначно Писание говорит. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны. Братья и сестры, залог благословения моего это послушание. Когда-то общался с одним человеком, он говорит, я слушаюсь только Господа. И все, и больше никого. Ни одного человека никогда слушаться не буду, кроме Бога. Это человек, который не слушается Господа, потому что Писание говорит, как мы можем любить Бога, если не любим, которого не видим, если не любим брата, которого видим. Тот же самый принцип. Как мы можем слушаться, говорить, я слушаюсь Бога, если тот человек, который поставлен Богом, для нас не является даже малейшим авторитетом. Как мы можем слушаться Иисуса Христа, если те люди, которых Бог поставил в церкви, управлять делами, вести Божий народ за собой, мы, знаете, не подчиняемся, не слушаемся их. Поэтому пусть Бог нас благословит и сохранит от того, чтобы нам быть бунтарями, чтобы нам быть в противлении Богу. Слава Богу! И последний момент, которым я хотел сказать, один из самых важных обязанностей верующего человека, членов церкви. Это молиться и благоверствовать о Христе людям. Деяние 8 глава и Деяние 5 глава. Несколько стихов. Что делала первая церковь, когда она начала служение на этой земле? Деяние 8 глава, 4 стих. Между тем рассеивающиеся ходили и благоверствовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский проповедовал там Иисуса Христа. И 5 глава, 41-42 стих. Это же книга Деяния. Они же пошли из Синедриона рады, что за имя Господа пострадали и приняли бесчестье. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благоверствовать об Иисусе Христе. Это делала первая церковь. Это делала первая церковь. И мы это обязаны делать. Есть очень мест Писания, я не буду их читать, где Христос, апостол Павел, апостолы призывают нас свидетельствовать. Если в моем сердце, друзья, есть Бог, если Бог в моей жизни сделал чудеса, изменил мою жизнь, я ее люблю, я однозначно буду об этом говорить. есть целые стратегии, есть, знаете, целые направления евангелизма, как одного из, знаете, таких пунктов деятельности церкви. Это очень правильно, очень нужно. И в этом практически все церкви и общины двигаются. Это одна из самых главных задач церкви, свидетельства этого миру. Но это также является и моей обязанностью лично, как верующего человека, быть свидетелем Иисуса Христа у себя дома, там, где я живу, там, где я работаю, там, где я учусь. И пусть Бог надо благословить, братья и сестры. Это очень, знаете, так близко пересекается с моей жизнью богоугодной, потому что это являются первые свидетельства. И второе свидетельство, это когда я уже людям говорю на основании своей жизни, во что я верю, в какую я церковь хожу, что я делаю. И пусть Бог нас благословит, братья и сестры, делать это для Господа с усердием, делать это пред Богом, с радостью. Знаете, еще очень много можно перечислять, что еще я могу делать в церкви, какие еще есть мои обязанности, которые исходят из моего сердца. Знаете, ну это основные. И пусть Бог нас благословит, братья и сестры, запомните это. Я просто вкратце вкратце просто повторю. Быть верным, твердым и непоколебимым. Ценить и ставить церковь превыше всего в своей жизни. Любить и заботиться друг о друге, хранить единство в церкви, вести благоугодную жизнь, быть солью и светом в этом мире, посещать собрания, служить своим даром и талантами, поддерживать церковь и нуждающихся материально, почитать пастырей и старших и благовествовать о Христе. Один вопрос, кто никогда ничего не слышал об этом, о чем мы сегодня говорили? Все мы слышали. Знаете, кто-то сейчас может думать, это мы все знаем. Но мы об этом будем говорить, дорогие братья и сестры, покуда не придет уже полнота времени, и мы не будем совершенны. А совершенны мы только будем где? Там, на небе, пред Господом. Ну, знаете, очень большой вопрос стоит. Если мы не будем жить на основании Слова Божьего, если мы не будем исполнять те обязанности, которые мы сами на себя приняли, которые мы сами сказали, что мы будем это делать пред Господом, никто нас не тянул за язык, то большой вопрос, предстанем ли мы пред Богом. Можно быть всю жизнь, можно числиться всю жизнь членом церкви, то или иное общение, можно перейти даже в другую церковь, а можно еще и в третью перейти церковь, да, очень практика есть у людей, да, такая, люди ищут, у них нет покоя в мире, в душе, и они бегают, бегают, и можно где угодно быть, и в больших церквях можно быть членом церкви, и там, где благословенный пастор, всемирно известный, проповедник, у тебя, ну, дорогой брат и сестра, а кем ты являешься пред Господом, это большой вопрос, и пусть Бог нас благословит, чтобы наша церковь Вифания, она расцветала, она процветала, и это все зависит от кого? От нас, братья и сестры, не от Бога, Бог все, что необходимо, дал, Он нам дал свое слово, Он нам дал силу Духа Святого, дал нам как инструкцию, как правильно действовать, у нас есть все в церкви, поставленные служителя, у нас есть пастор, у нас есть здание, но я не знаю, что можно предчислять, чего у нас нету, материальное, у нас все есть материального, аппаратура, финансы у нас есть, слава Богу, дорогие друзья, у нас есть все для того, чтобы наша церковь двигалась, развивалась и процветала, все только зависит от нас, что мы делаем, какие наши обязанности, хоть чуть-чуть мы их исполняем, я верю, братья и сестры, если мы будем не только так думать и размышлять, но так и поступать, знаете, будет благословенная у нас церковь, будут исполнения, знаете, силы Духа Святого, будут и духовные проявления, о чем я верю и благодарю, что, знаете, многие братья ревнуют об этом и сестры хотят и задают вопрос, почему этого нету, потому что нету основания, там, где построено правильно основание, там, где залить, знаете, сильный фундамент, толстый фундамент, там можно построить хорошее, большое здание, и поэтому, может, мы шаг за шагом, где-то мы что-то упустили, где-то, знаете, какой-то, вот здесь прокол, пробел, что мы не выполнили, не сделали, мы это будем делать, я верю, что Бог со своей стороны будет совершать великие дела, пусть Бог благословит каждого из нас и даст нам силу исполнить Его Слово, Аминь.